В городе объявлен месячник по благоустройству, но благоустраиваться, похоже, некоторые не собираются. Представители административно-технического надзора уже приступили к проверке объектов, которые обязаны начать работы по очистке территорий, покраске и уборке. Начать решили с автобусных остановок и торговых ларьков, расположенных на их территории. В рейде сотрудниками Риотовского АТН работала и съемочная группа Натальи Ушаковой. Автобусная остановка по улице Ленина. О том, что здесь можно сесть на общественный транспорт, может знать только житель этого района. Судя по многочисленным надписям, стены павильона не видели свежей краски давно. Вся территория вокруг остановки замусорена. Окурки, пачки из-под сигарет и пустые бутылки возле пустой урны – это стало привычной картиной. Заместитель начальника территориального отдела Госаднотехнадзора Московской области Михаил Волков фотографирует вещественные доказательства и составляет акт осмотра. Хозяина павильона оштрафуют. Здесь является владельцем индивидуальный предприниматель. Штраф будет до 5000 рублей за все нарушения, которые в данный момент обнаружены. Штраф будет еще больше, если в ближайшее время хозяин палатки не очистит стены от объявлений и афиш. Для них на остановке предназначено специальное место. Госаднотехнадзор уже оштрафовал нескольких расклещиков концертных афиш одной знаменитой российской исполнительницы. Борьба с черными рекламщиками будет продолжаться и впредь. Город можно сделать чистым, говорят сотрудники Риотовского АТН. Но усилия к этому должны приложить и горожане. Если кто-то будет увидеть, что такие объявления расклеиваются по городу, и в момент расклейки сообщать нам по нашим телефонам, для того, чтобы мы могли реагировать. Или в милицию, чтобы эти лица были задержаны и привлекались нами к ответственности. На остановке по улице Победы ситуация аналогичная. Павильон установлен слишком близко к проезжей части. Территория остановки не убирается, а мусор из палатки выносится прямо на близлежащий газон. Сюда же продавец выливает грязную воду, оставшуюся после уборки внутреннего помещения. Хозяева этих палаток уже сегодня встретятся с представителями Госаднотехнадзора. И эти встречи ждут подавляющее большинство частных предпринимателей, занимающихся торговлей на территории автобусных остановок. Рейд, проведенный сегодня административной службой, показал, что подобные торговые павильоны неправильно содержатся по всему городу. Наталья Ушакова, Максим Горелов для программы День.